День с толком в студии Андрей Дреер Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске Бургеры или паровые котлеты? Чиновники узнали, что алтайские дети хотят видеть в школьных столовых Первый национальный парк алтайского края Кто будет решать, где пройдут границы и как привлекать туристов? Праздник женщин и цветочных продавцов Как сберечь тонны бутонов и один подарочный букет? Сегодня дольщиков Барнол-Капстроя пригласили в администрацию города Чем завершилась встреча, завтра расскажем подробно Напомню, на днях люди написали губернатору письмо, в котором высказали опасения о своевременной сдаче их жилья Они боятся остаться без квартир, ведь застройщика Барнол-Капстрой могут признать банкротом Несколько часов назад с людьми смогла пообщаться моя коллега Валентина Аскерова Сегодня в администрации города состоялась рабочая встреча дольщиков ЖК Парковой С представителями администрации, а также застройщиков Барнол-Капстрой Рабочая группа была настроена положительно и даже обнадежила дольщиков Сказав, что новостройку все-таки достраивать будут Конкретной даты, конечно, не назвали Сейчас главная задача предотвратить банкротство Барнол-Капстроя Для этого нужно вывести баланс застройщиков в плюс Но как это сделать, пока непонятно Так как Барнаул-Капстрой подъявлены иски размером 40 миллионов рублей От дольщиков двух недостроенных домов в Барнауле на Павловском тракте Постройке сейчас идет решение об уменьшении количества парковочных мест Подземная парковка будет уменьшена Идет экспертиза Изменение проектной документации планируется Работы по засыпке подземной парковки Ее будут уменьшать Чтобы сэкономить, быстрее достроить и быстрее начинать сдавать дом Продолжим расширение Реконструкция Чуйского тракта на территории края может обойтись в 50 миллиардов рублей Если, конечно, федеральный центр выделит средства А надежда есть Этот вопрос Виктор Томенко обсудил во время визита на Алтай Председателя правительства России Михаила Мишустина О чем еще договорились, губернатор сегодня и рассказал журналистам Виктор Томенко признался Цель показать, как в крае все хорошо, не преследовали Да, достижения есть Небольшой, но ровный рост средней заработной платы, например И многое другое Но проблемы никуда не исчезли Некоторые без помощи федерального центра и вовсе не решить Одна из актуальнейших – расширение Чуйского тракта Из более чем 300 километров четырехполосными являются всего 52 И рост этой цифры идет слишком медленно В то время как поток машин растет с каждым годом До 43 тысяч автомобилей в сутки идет по дороге И когда она в двухполосном исполнении, то это очень опасно Некомфортно Я попросил Михаила Владимировича утвердить дорожную карту развития Чуйского тракта на период до 2030 года Чтобы мы понимали, что к 2030 году эта дорога в том проектном варианте, который сегодня уже сформирован, будет сделана В общей сложности реконструкция может обойтись почти в 50 миллиардов рублей Также Доменко попросил Мишустина помочь со строительством нового хирургического корпуса для онкодиспансера На это нужно около 4 миллиардов Необходимо создать и комплекс противопаводковых дамб в Краснощековском районе Здесь цифры поменьше, около 500 миллионов Благодаря дамбам удастся защитить от большой воды около полутора тысяч человек Не терпит отлагательств и реконструкция взлетно-посадочной полосы Барнаульского аэропорта Она сильно устарела Точнее, речь идет о строительстве новой полосы Стоимость работы около 10 миллиардов Они уже запланированы после 2025 года Но, уверен, губернатор, нужно начать раньше Чтобы не получилось ситуации, когда у нас уже действующая полоса не принимает, а новая еще не построена Чтобы такого разрыва не было Я попросил рассмотреть вопрос о сдвижке сроков и проектирования новой полосы И ее строительство сдвинуть, насколько это возможно Возможно даже на 2021 год Пока известна реакция премьера лишь на модернизацию Чуйского тракта Он поручил кабинету министров рассмотреть возможность ускорить процесс Кстати, из Барнаула в Горно-Алтайск Мишустин отправился именно по Чуйскому тракту И перед отъездом пообещал Томенко оценить состояние трассы Пеляк Четков, Андрей Печоркин, День с толком В Министерстве образования Алтайского края подвели итоги опроса Что же дети хотят видеть в школьных столовых? Опрос проходил в соцсетях ведомства А сейчас ко мне в студии присоединяется моя коллега Ирина Корчагина Она подробнее расскажет об этой теме Ира, привет! Так что же все-таки школьники хотят видеть в своих тарелках? Привет, Андрей! Нельзя сказать, что результаты опроса однозначны Как нельзя абсолютно сказать, что все дети однозначно предпочитают чипсы, бургеры и прочий фастфуд Две недели школьники голосовали за лучшее меню в своих столовых В опросе приняли участие более 500 человек Выяснилось, что на первом месте у детей все-таки мясное, рыбное блюдо с гарниром На втором месте пицца, сосиска в тесте, беляш На третьем свежие овощи и фрукты Сладкая выпечка, молочные продукты и каши в лидера не попали Опрос мы запустили для того, чтобы, первое, проанализировать вкусовые особенности детей Второе, разработать с диетологами рекомендации Не только для питания в школьной столовой, но и, конечно же, для родителей Потому что на сегодняшний день это очень важный вопрос Желудочно-кишечные заболевания в числе заболеваний детей Сегодня стоят на одном из первых мест Вот этого нам нужно было бы исключить Поэтому, естественно, что ни беляши, ни пицца не появятся в школьных столовых Вообще, вопрос школьного питания всегда стоял острый Периодически в родительских чатах возникают споры по этому поводу Дети часто жалуются на холодную и невкусную еду Например, следующее видео нам прислала одна из мам Барнаула Ее сын сейчас расскажет, чем именно его не устраивает еда из столовой Из соображений безопасности ребенка мы не показываем его лицо и изменяем голос Картошка, будто бы искусственная Рыбная котлета, она твердая, ее трудно проживать, и мне попадаются косточки Это питание не нравится только, не только мне, еще и моим одноклассникам Половину уже покупают себе булочки Все-таки школьная столовая, это школьная столовая, это комплексный обед Который не может быть индивидуально направлен для каждого ребенка Здесь исключения могут составить только те дети, которые имеют хронические заболевания Желание желаниями, но у нас есть калорийность, у нас есть белковая составляющая Хочется верить, что опрос, проведенный Минобром, будет иметь хотя бы какую-то пользу И поможет найти компромисс между желаниями детей и рекомендациями гастроэнтерологов К другим темам. Где пройдут границы первого национального парка Салаир в Алтайском крае И как там развивать туризм, решать будут местные жители Им же и хотят доверить охрану природы Такое решение приняло руководство нацпарка на встрече с жителями Ельцовского района О подробности у Ильи Кочеткова Сергей Береснев – глава села Пуштулим Ельцовского района Для него и большинства местных жителей тайга, как говорится, и стол, и дом Когда два года назад он узнал, что часть леса станет особо охраняемой природной территорией Как и большинство жителей района был против Говорит, людей просто поставили перед фактом В основном это были противники из-за чего? Первое – это отсутствие информации И второе – это карта, изначальная карта, которая покрывала, ну, в общем-то, интересы людей Потому что они здесь живут, здесь выпаса, здесь они ходят в лес Вот так изначально выглядел проект Тогул Впоследствии переименованный в Салаир Огромная территория с жесткими запретами Местные жители могли остаться без диких ягод, грибов, дикоросов, таежных пасек Два года спустя все выглядит иначе Парк сократился до особенно ценных с точки зрения охраны природы участков Такого рода компромисс – результат диалога местных жителей и краевых властей Коммуникации помог наладить депутат Государственной думы Александр Прокопьев И вот очередная встреча с общественностью С сентября прошлого года парк получил официальный статус Но настоящая работа только начинается Основной задачей создания национального парка Есть и будет это создание необходимых условий для того, чтобы сохранить естественную природу Комплекс природный в естественном состоянии Но при этом я хочу напомнить то, что люди, местные жители имеют право, чтобы сохранить свою жизнь в естественном состоянии Один из создателей Салаира, эколог Алексей Грибков, заверил Местные жители смогут, как и их предки, собирать грибы, дикоросы и организовывать пасеки Для того, чтобы при внутреннем зонировании учли пожелания местных жителей Им необходимо передать организаторам парка границы своих участков Информация от местного населения, от глав сельских советов, от районной администрации, от органов местного самоуправления вообще Просто необходима для того, чтобы грамотно провести это функциональное зонирование На карте национального парка есть участок со стороны Кемеровской области, который может стать лазейкой для браконьеров Это вызывает беспокойство местных жителей Еще вопросы, которые задают жители Ельцовского района Сколько будет создано в парке рабочих мест, будут ли принимать местные населения И какие требования предъявляются сотрудникам заповедника Требования к этой категории лиц Это к инспектору Это среднее и специальное образование И стаж работы по специальности Для участкового инспектора и старшего инспектора Высшее образование И старшая работа по специальности Высшее образование какое имена? Это высшее? Ну, хотя бы высшее Сколько рабочих мест получит каждый район? Где будет создан визит-центр? На многие вопросы ответов пока нет Это зона ответственности краевой власти и руководства Тегерекского заповедника При работе над положением о национальном парке Салаир Организаторы обещают также определить места для туристических стоянок Продумать маршруты А чтобы и дальше диалог власти и населения шел прозрачно и без конфликтов Организаторы встречи решили создать общественный совет Первыми его участниками стали трое жителей Ельцовского района Олег Попов, Александр Гуляев и Сергей Береснев Сегодня мы приступили к формированию общественного совета И я надеюсь, что это будет не формальный орган, а действительно настоящий рабочий И мы сможем с помощью этого объединения, по большому счету, соблюдать баланс интересов В течение ближайшего месяца такие встречи, как в Ельцовском районе, пройдут и в других, где расположится нацпарк Тогульском, Заринском, Салтонском И на каждой появится возможность предложить своих кандидатов в общественный совет Илья Кчетков, Александр Антропов, День с толком Почти половина бюджета научных исследований в техническом вузе формируется за счет инвестиций предприятий-партнеров А это больше 33 миллионов рублей И даже коронавирусный 2020-й развитию не помешал В университете подвели итоги прошедшего года Наибольшим достижением сам ректор считает работу над двумя госзаданиями Это проект по развитию рынка функциональных продуктов питания в партнерстве с Мичуринским государственным гранным университетом Под руководством Мусина и Ольги Николаевны И совместно с Институтом химии твердого тела и механохимии сибирского отделения РАН Проект по проведению фундаментальных исследований синтеза порошковых систем в экстремальных условиях Под руководством Ситникова Александра Андреевича Кстати, технический вуз занимает 39 место по реализации интеллектуальных проектов в стране Всего в этом рейтинге 2180 строчек К слову, 2021 год объявлен годом науки и техники И на всем его протяжении руководство вуза планирует работать над тремя крупными грантами Не скрывал ректор и сложности, которые сейчас есть в вузе Он обозначил проблему набора студентов, иностранцев из-за закрытых границ, а магистрантов Потому что даже на уровне бакалавра выпускников вуза забирают работодатели Хотя, казалось бы, счастье Еще одной актуальной задачей станет разработка качественных электронных курсов Этим вузом в вузе уже занимаются Комиссия по делам несовершеннолетних в Барнауле отказалась лишать родительских прав и штрафовать мать девочки-инвалида Внимание чиновников к семье началось после того, как женщину обвинили в том, что она препятствует лечению дочери Правда, те же претензии у самой матери к барнаульским врачам Анастасия Дороган побывала на заседании комиссии В такой обстановке бывала не каждая мать Перед комиссией по делам несовершеннолетних Александра У ее дочери синдром Дауна, эпилепсия, порог сердца Очень нужна операция Ее готовы провести новосибирские врачи, но после медикаментозной терапии Правда, главный рецептурный препарат женщине в крае не выдали Александра обратилась к правоохранителям и тогда, считает мать Ей стали угрожать лишением родительских прав, а дочь забрали в больницу Мне сказали, что она сейчас здесь переоденется, они мне ее сейчас обратно приведут То есть она осмотрит и подтвердит, нуждается она в госпитализации или нет Как оказалось, дочь уже не вернули Девочку направили в стационар детской горбольницы номер 7 для проведения лечения В том числе и кислородотерапии, консультации врача-кардиолога, проведение обследования и определение тактики введения пациента Хотя врачи-кураторы из Новосибирска рекомендовали лечение на дому Пять дней одной в больнице девочки дорого обошлись Заходила она туда своими ногами, веселая Обратно она уже была на инвалидном кресле Сейчас, секунду У нее была сгрызана губа носогубная Спустя пару недель Ангелина все еще боится чужих людей, когда мама уходит Правда, рецептурный препарат, мацетентан, семья получила одну упаковку Ее хватило почти на месяц, тогда как курс целый год Оперировать ее можно было бы и на сегодняшний день Но она не перенесет наркоз У нее слишком высокое давление в легких Сейчас мацетентан снижает ей давление в легких Ни снова в поликлинике пока не выдают Ни рецепт, ни само лекарство Основываясь на том, что нужно снова ходатайствовать А это ожидание госпитализация Мама девочки против Она призналась, не ожидала, что требование получить жизненно необходимый препарат Приведет ее в комиссию ПДН Что за отсутствие состава административного права нарушения Единогласный Уже после заседания Александре сообщили, что вопрос о предоставлении ей мацетентана все еще на рассмотрении Поставок нет И выходит, девочка будет терять силы и шанс на операцию И теперь бороться за жизнь дочери женщина будет в судах Близится самый ожидаемый в году аврал всех цветочных торговцев Именно на 8 марта приходится пик продаж И в его преддверии мы решили выяснить От чего бизнесменов и покупателей оберегают сотрудники Россельхознадзора И спросили флориста, как правильно выбрать букет И как правильно за ним ухаживать, чтобы уже через сутки цветы не оказались в урне Надо вот так потрясти Вдруг в бутонах сотрудники Россельхознадзора найдут вредителей Еще больше будут потрясены любители букетиков Когда узнают, сколько цветов останавливают на границе с Россией С начала года в Алтайский край не пустили около 45 тысяч бутонов Это только из Казахстана Боится фитосанитарный надзор так называемых карантинных объектов То есть организмов, которые в крае не живут и опасны для любых растений Известный пример карантинного животного – западный цветочный трипс Если он будет сюда завезен, он будет повреждать цветы И те цветы, на которых он поступил И, соответственно, цветочки те, которые находятся рядом Цветы повреждаются и погибают Если трипса случайно пропустили через границу, нашли уже на складе, партия будет уничтожена Иначе вредитель погубит и ваш букет, и комнатные растения А как помочь цветам простоять дольше, если вы купили здоровые растения? И как их правильно выбрать? У розы должна быть хорошая листва, яркого окраса Плотный бутон Если этот лепесток не убран, это наоборот признак свежести Для эстетической красоты можно их убирать Ни в коем случае розе это не вредит Но с ветровым лепестком цветок стоит дольше Николай Яковлев – флорист с 10-летним стажем Участник всероссийских и международных профессиональных чемпионатов Объясняет, что продлить жизнь цветку можно Например, если хотите подмешать что-то в воду, лучше использовать специальное средство Стоит оно недорого А уже потом правильно поставить цветок и следить за ним Все цветы необходимо подрезать перед тем, как ставить в воду Цветок – это шприц, он постоянно в себя что-то впитывает И если нет влаги, он своим срезом впитывает воздух Образуется воздушная пробка, сквозь которую влага уже не доходит до самого бутона Ни в коем случае не используем ножницы Ножницы передавливают и пережевывают Вот, тем самым впитывающая способность цветка, она, ну, нивелируется еще больше Лучше всего использовать канцелярский нож И обновлять срез, если он со временем темнеет А также регулярно менять воду Не ставить цветы на окно Прямые солнечные лучи и сквозняки Враги красоты Девушки, хотелось бы, пользуясь случаем, поздравить всех с наступающим 8 марта И пожелать вам, чтобы в вашей жизни было больше цветов Андрей Дриер, Алексей Фризин, Александр Антропов День с толком А на этом у меня все Спасибо всем, кто нас смотрит Не только по телевизору, но и в социальных сетях И на ютуб Для вас работает телефон нашей редакции 205-545 Подписывайтесь на нас, ставьте лайки Участвуйте в обсуждениях А через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза – компания «Эвалар» Субтитры создавал DimaTorzok